здравствуйте уважаемые зрители нашего канала сегодня мы в гостях у нашего партнера владимир иванов он адвокат болгарии и сегодня мы хотим раскрыть очень актуальную тему на сегодняшний день это самый простой и доступный способ переезда добрый день здравствуйте болгар есть разные способы как приезжать и здесь жить в болгарии или как говорится по-русски получить вид на жительство я вам скажу несколько способов по которой мы реально очень много работы на большинство из наших клиентов и получается оформить вид на жительство в болгарии именно таким образом самое зачастую то что мы делаем как вид на жительство это при регистрации на торговое представительство то есть представительство на иностранная компания чужие странная компания который сделает делает себя в болгарии такого типа так называемое торговое представительство зарегистрироваться это болгарская торгово промышленная палата там есть перечень документы которые нужно взять с собой из этой компании мы оформляем все документы и помогаем наши клиенты оформить здесь вид на жительство и это делается очень часто и дает право этого человека получить вид на жительство на год который можно продлиться и следующий год сейчас по изменении закона допускается в одно торговое представительство два или три максимум директора то есть одно торговое представительство может например на одна семья помочь оформить свое проживание в болгарии вот это первый способ очень часто мы работали второе который мы часто делаем и это у нас большой спрос на пенсионеров то есть получить вид на жительство в болгарии как пенсионер для этого нужно не определенный возраст достичь а просто нужно чтобы данный человек а получает официально регулярность своя пенсия например с российской федерации или любое другое государство у нас без разницы нет ограничение по этой теме тогда это самый простой способ самая быстренько это можно оформить и принципиально еще нужно там конечно перечень документа как медицинская страховка документ который доказывает что данного человека уже на пенсии что получает регулярные свои деньги пенсионные и потом жилья в болгарии нужно оформить ну как и в предыдущей ситуации где объяснял по поводу торговое представительство большая часть документы то же самое другое что часто делается в болгарии последние давайте скажем 10 года и как можно получить право проживая проживание в болгарии это при покупке недвижимости у нас нет почти нет никаких ограничений при покупке недвижимости только исключение некоторые земленные участки но если вы покупаете любая недвижимость болгарии которая стоит более чем 300 тысяч долларов уже этот человек считается как инвеститор болгарии и он получает такого типа сертификат свидетельство удостоверения как по-булгарски говорит из такого удостоверения сертификат типа а он быстро уже тоже может получить свой вид на жительство на год всегда любое разрешение и прибивание болгарии вид на жительство дается на год и его можно продлить еще четыре-пять года после этого года у вас есть даже есть такая возможность предусмотрена закона и мы это делаем практически часто последнее время получить уже и болгарский паспорт и стать гражданин болгарии через пять лет через пять лет да вот другое что у нас часто получается если быстренько взять паспорт болгарии можно у нас есть и при вступлении в браке после три года после вступления в браке можно получить тоже паспорт болгарии другие варианты это когда человек пенсионер или например одни извините не пенсионер студент в еще учебное заведение в университет тоже на полу тоже получает на год свое вид на жительство еще то что интересно при регистрации компании представьте компании там есть два варианта когда мы конечно делаем давно давно это без проблем зарегистрировать компании без ограничения на любой человек иностранный гражданин он может стать владелец и директор компании вот и потом если это нему ему необходимо для вид на жительство они просто для ведения торговой деятельности болгарии для этого нужно на нет 10 человек которые регулярно будут работать реально практически это компании болгарии и их нужно как сказать содержат просто работа реальных компаний 12 месяцев за год и потом он получает с первым моментом получает ведь на жительство но у его есть обязанность этот компании чтобы у него было персонал всегда как минимум 10 человека или вторая возможность при регистрации компании и покупка недвижимости в болгарии который не так дорогая как было классе инвеститора класса но а в такие районы например горнолыжные районы не так развитые районы если вы там делаете покупки недвижимости на имя компании тоже может получить очень быстро вид на жительство и устроить свою жизнь и болгарии то что еще интересно вам скажу что например если муж или жена из одной семье делает например компании или пенсионер или студент или из любой из этих ситуаций все эти ситуации которые я быстренько объяснил рассказал есть вариант так называемые присоединение воссоединение семья то есть один человек получил и это дает возможность автоматически иные его ее супруг супруга и детей получить тоже и это же число болгарии без проблем дети дети да там есть там такие если они несовершеннолетние до 18 они получают по заказ по просьбе они получают просто нужно еще так за что у эта семья есть возможность себя содержать в болгарии там показать минимальные деньги в болгарский счет и так далее делать страховой полис и обеспечить себя жилья и потом дети получат если они уже более чем 18 лет совершенно лет они должны на свое собственное основание уже получить вид на жительство болгарии скажите пожалуйста какой первый шаг по оформлению визита и вообще перечень документов даже по торговому представительству торговое представительство хорошо я объясню нужно в первой очереди определить на какое основание вы бы и хотели приехать болгарий давайте скажем это вид на жительство как пенсионер или после зарегистрированная компания или торговое представительство когда человек клиент определите самый первый шаг это подготовить у себя перечень документа и отдать болгарское посольство для получения на так называемая виза де виза де подается все документы в болгарское посольство иногда как исключение можно подавать и в болгарии но это только по исключению обычно это делаются в посольство в Болгарии, за границей. Там подается все эти документы, которые потом необходимо подать и в Болгарии в отдел миграции. Миграции это отдел полиции в Болгарии, который занимается, они оформляют вид на жительство. То есть все документы подготовятся, идет навстречу в болгарское посольство, они будут рассмотреть все документы, если есть дополнительные указания, требования, они скажут пожалуйста вот этого документа, вот это старенький, новенький и так далее. Все они будут разбираться и потом оформляют, дают виза ДИ. Виза ДИ, однократная виза специальная, дает право этого человека, этого клиента приехать в Болгарии и в течение 6 месяцев тот же самый документ, плюс еще несколько государственных таксов и так далее, оплатить и подать уже на получение личная карточка. Вот это по виза ДИ. То есть самый первый шаг виза ДИ. Скажите пожалуйста, можно ли сменить статус туристического и вообще какие нужны документы, вообще перечень документов для торгового представительства. Хорошо. По отношению поменят виза. То есть вы приехали например как турист здесь в Болгарии и вам понравилось, вы влюбились, хотите остаться в Болгарии жить. Это у нас получилось практически с нескольких человек. Закон предусматривает, что первый шаг всегда делается за границей, в посолство в Болгарии. Но если исключение закона, они разрешают при определенной ослове, они говорят например при гуманитарной кризе или при специальной чрезвычайной обстоятельствах, если у человека что-то со здоровьем и так далее, если у человека семья. Но каждый случай у нас это такая общая формулировка, там четко не расписано. То есть каждый случай рассматривается строго индивидуально. И тогда директор миграции в определенном городе будет рассмотреть просьба этого человека и ему разрешить или не разрешит подать эти документы для получения визы или например поменять туристическую визу. Да, то что важно например вам знать и ваши клиенты и друзья и так далее. Все можно делать дистанционно. Клиент должен только лично приезжать в Болгарии в последний момент, когда у него, у нее есть уже визы, все документы и мы рассмотрели вместе, мы уверены, что все в порядке, тогда человек приезжает лично и только лично подойдет в Болгарии вот просьба плюс все дополнительные документы для получения уже болгарской карточки. Ну, спасибо вам большое, вы ответили очень разверто на все наши вопросы. Друзья, увидимся с вами в следующем видео. Всем пока. Спасибо.